Специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой». 20 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами, ну, по крайней мере, на ближайшие 25 минут будет гость. Это Владимир Груздев, губернатор Тульской области. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Добрый вечер. Мы будем говорить про следующий непростой год, 2015-й, но хотелось бы начать с тех событий, которые сейчас актуальны для Москвы, по крайней мере. Насколько они актуальны вообще для Тульской области? Я имею в виду, Навальный, Митинг, Монежная площадь. Вот эта политическая турбулентность, она как-то отзывается у туляков? Ну, я, честно говоря, вообще не наблюдаю никакой политической турбулентности. Политическая ситуация в стране настолько стабильна, что вот какие-то шероховатости, это, может быть, вы как-то на это обращаете внимание. А жители Тулы, города-героя Тулы, Тульской области, они работают, трудятся. У них совершенно другие заботы. Люди готовятся к Новому году и, конечно, подводят итоги уходящего. 14-й год был, ну, не самый простой год, да, учитывая и последние события. А 15-й обещает быть еще более непростым. Я знаю, что у вас сегодня был ряд встреч на уровне вице-премьеров, министров. Где вы наверняка пытались эти проблемы решить? Вот нас интересует как раз простой человек, житель Тульской области, среднестатистический россиянин, если можно так про него говорить. А к чему вы готовите граждан вот в следующем году? Каждый год непростой, но я хочу сказать, что 14-й год, уходящий год, был очень хорошим не только для Тульской области, и в целом для страны. У нас было очень много таких серьезных политических решений. Ну, прежде всего, конечно, успешное выступление российской сборной на Олимпийских играх, если мы говорим о Российской Федерации. Это воссоединение Крыма с Россией, это, на мой взгляд, это историческое событие, и, конечно, оно самое яркое событие года уходящего. Но и с точки зрения социально-экономического развития для Тульской области, для страны 14-й год был действительно очень хорошим годом. И уверен, что и 15-й год, несмотря на предрекаемые сложности и так далее, он будет непростым, он будет интересным. Но при определенных подходах он может быть очень эффективным. Ведь любые, знаете, кризисные ситуации, или, скажем так, кризис, прежде всего, в головах. Мне кажется, большие руководители, в том числе руководители нашего экономического блока, они должны говорить не о том, как нам будет тяжело и рассказывать россиянам, что нужно затянуть ремень потуже, по веса, что называется, потуже, а нужно готовить четкую программу действий. Вот у вас она есть, я вот и про это именно и говорю. У нас есть три варианта развития событий, при этом мы четко понимаем, как мы будем действовать в одном варианте событий, во втором варианте событий и в третьем. Все эти программы, прежде всего, направлены на поддержку тех предприятий, тех отраслей, которых Тульская область заинтересована на сегодняшний день больше всего. Это, прежде всего, оборонно-промышленный комплекс, это сельское хозяйство, это машиностроение, и у нас есть перспективное направление, которым мы занимаемся и хотели бы их реализовать в следующем году. Я почему говорю про 14-й непростой, но потому что есть объективные показатели, от которых никуда не денешься. Слушайте, ну а чем, слушайте, отличный на самом деле год, поглядите. Во-первых, реализованы практически все, вот я говорю про Тульскую область, у нас реализация программ бюджета, которые были утверждены законом о бюджете Тульской области, составляет почти 98%, но это отличный показатель. И действительно мы достигли понятных, четких результатов, которые люди ощущают. Вот мы сказали, что мы переселяем 289, предоставляем 289 квартир детским сиротам, мы эти квартиры предоставляем. Мы говорим о том, что мы переселяем людей из аварийного жилья в нормальное, до хорошего, комфортное жилье, мы эту программу реализуем. Это то, что человек может пощупать руками, и мы понимаем, что конкретно семье мы улучшили жизнь. Вот, поэтому когда кто-то говорит о том, что как нам будет непросто, я думаю, что будет нормально. Нужно заниматься делом каждый день. Реальная жизнь, экономика, это не статично, это всегда в динамике. Конечно. Если динамика позитивная, ну, человек как-то шире улыбается. Если динамика негативная, то вот здесь возникают вопросы, в том числе и к вам, у рядовых граждан. Конечно. Поэтому, в следующий год покупательная способность, ну, скорее всего, упадет. Рассчитывать на развитие за счет чего? За счет привлечения иностранных инвестиций? Большой вопрос. За счет внутренних ресурсов? А это уже вопрос к вам. Возможно, есть какие-то договоренности на федеральном уровне, что сейчас потекут внутренние инвестиции, я не знаю уж откуда, в Тульскую область, в частности. Такие договоренности, они вообще существуют? Я, прежде всего, хочу, во-первых, развеять миф о том, что иностранные инвестиции остановились. Это миф. Все предприятия, которые имеют долгосрочные виды на Российскую Федерацию, все свои программы инвестиционные, они все реализуют. Это касается не только предприятий промышленного сектора, но и предприятий розничной торговли, предприятий сферы услуг. Поэтому вот из последнего, да, там, сегодняшняя сделка, по приобретению 40% шоколадницы, это как раз показывает о том, что те, кто относится к России в долгосрочном порядке, а не в спекулятивном, да, и во многом же вот то, о чем вы говорите, девальвация рубля, национальная валюта, она же происходила, потому что уходил с рынка спекулятивный капитал. Ну, это обычная история, он же, это мы с вами можем видеть на рынках других стран. Просто спекулятивный капитал, он быстрый, он заходит там, где более высокая доходность, выходит там, где возникает какие-то риски, либо падает доходность. Поэтому сегодня все, что касается капитальных инвестиций, все программы, которые у нас есть, они все программы реализуются. Да, по новым решениям, по новым проектам, да, здесь есть определенное торможение. Но это тоже ничего плохого в этом мы не видим. Как ничего? А я объясню. Потому что иногда некоторые проекты мы имеем возможность пересмотреть. Иногда горячий голод, вы знаете, когда очень много возможностей и ресурсов, горячие головы начинают иногда прожектами, из проектов переходят в прожекты. Вот от прожектов нужно отказаться. А реализовывать те реальные проекты, которые необходимы сегодня и стране, и нашей области. Это не называется затянуть пояса, когда мы отказываемся от чего-то большего ради конкретного? Нет, вы знаете, нет, это совершенно разные истории. Просто как раз времена, когда объемы доходов могут снижаться или нужно изыскивать внутренние ресурсы, как раз нужно посмотреть, а может быть, у вас есть направления, которые вам в принципе не нужны, которые вам не несут. По разным направлениям. В каждой программе мы, вы знаете, у нас нет такого подхода, как кто-то говорит, что давайте там всем срежем по 10%. Ну, в моем понимании, это совершенно неправильный подход. Нужно четко идти к каждой программе. Есть очень эффективные программы. Вот, например, оборонно-промышленный комплекс. Это тот комплекс, который на сегодняшний день нужно поддерживать, потому что это тот локомотив, который может вытянуть всю экономику России вперед. Строительство дорог. Аналогичная история. А есть программы, где, извините меня, мы не справились с этими программами. Могу вспомнить ФЦП фармации, да, которая до сих пор у нас, к сожалению, до 80% по оценкам специалистов лекарств импортных. Ну так извините, давайте спросим, кто эту программу готовил, почему она не реализовывается, и почему мы на сегодняшний день имеем зависимость от иностранных лекарств. Ну так спросит в том числе и из губернаторов, насколько я понимаю. Скажет, ну вот хемофарм пришел, не знаю, в Калугу, а почему-то в Туле нет. Это немножко разные вещи. Вы говорите о размещении непосредственных производств. Это то, как раз, когда есть конкуренция между регионами за размещение конкретного производства. А я в данном случае говорю о федеральной целевой программе фармации, которая, к сожалению, она у нас неэффективна, оказывалась. Хорошо. Когда вы говорите о том, что у всех по 10% связать не будете, но мне показалось, но, по-моему, вы сегодня с госпожей Голиковой обсуждали программу компенсации и помощи пострадавшим от чернобыльской аварии. Вы имеете в виду, с Ольгой Юрьевной Голодец. Да, прошу прощения, с Ольгой Голодец. Прошу прощения. С Ольгой Голодец вы сегодня обсуждали программу чернобыльцев. И такое ощущение у меня возникло, что вот там как раз что-то резанут, нет? Есть такое решение, есть такая попытка, скажем, резануть. У нас есть великолепное министерство финансов, которое иногда принимает, скажем так, готовит решение, не посоветовавшись с регионами. Как раз по тем направлениям, где есть вопросы и интересы не только федерации, но в том числе и региональные интересы. Пока, скажем так, решение и постановление правительства России не принято. Консультации идут. Мы очень активно принимаем участие в этих консультациях. Могу для наших радиослушателей сказать, всего в Российской Федерации свыше полутора миллионов человек получают всевозможного рода льготы по... это те граждане, которые пострадали от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Из полутора миллионов человек 670 тысяч проживают на территории Тульской области. Вот могу сказать, что Тульская область это не только оружейный оружейный щит России, но это еще оказался таким щитом, это территория, над которой осаживали осадки, вот как раз облако после аварии на Чернобыльской атомной электростанции перед 1 мая 86-го, да, по-моему, 86-го года. Тульская область, Брянская область, Калужская область... Самая большая численность пострадавших это Тульская область 670 тысяч, на втором месте это Брянская область чуть больше 300 тысяч, все остальные области гораздо меньшее количество. Поэтому для меня, как для губернатора, который представляет такое количество людей, в отношении которых, скажем так, идут разговоры о возможном сокращении субсидий и льгот для территории, которые пострадали после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, для меня это вопрос принципиальный, и, ну, я буду, что называется, здесь отстаивать позицию туляков до конца. Пока получается или нет? Пока получается. Ну вот мы с вами сегодня в 30 декабря, несмотря на то, что с 1 января полномочия федеральным законам по выплате чернобыльских льгот, переданных с Пенсионного фонда Российской Федерации на уровень регионов, пока постановления правительства о уменьшении количества населенных пунктов нет. Я думаю, что я буду, что называется, отставить эти... А ресурсы-то есть для того, чтобы выполнять эту программу именно на региональном уровне? Нет, конечно. А как? Таких возможностей нет. А там предусмотрены субсидии с федерального бюджета, но все дело в том, что федеральным законом о бюджете почему-то объем субсидий уже уменьшен, несмотря на то, что постановления правительства нет. Но это вопрос, знаете, опять же, взаимоотношений Минфина и регионов. Понимаю, межбюджетное отношение сложная штука, но ставлю себя на место Антона Силуанова. Передо мной стоит задача оптимизировать бюджет. Я буду, естественно, искать пути этой оптимизации и поставлю перед регионами задачу посмотреть, где изыскать те ресурсы, где можно отрезать. Возможно, такую задачу поставили перед вами. И первое, на что замахнулись, это как раз чернобыльцы. Это не совсем вы передергиваете, объясню. Во-первых, льготы, это федеральные льготы, они региональные, и они предусмотрены федеральным законодательством. Это полномочия Российской Федерации, это первое. Второе, соответственно, с нами этот вопрос не обсуждался. То есть мы с Силуановым этот вопрос обсуждать начали 10 дней назад, тогда, когда поняли, ну там чуть больше, 2 недели назад, когда поняли, что действительно есть, когда увидели, что закон принимается в достаточно, скажем так, оперативном порядке, и когда поняли, что есть такое яркое желание срезать количество населенных пунктов, которые сегодня получают эти льготы. И, соответственно, здесь мы уже врубились, и, соответственно, отстаиваем полностью интересы наши. И что-то альтернативы же должны предложить, нет? Еще раз, вот смотрите. Во-первых, я просто хочу сказать, кого касаются эти льготы. Это льготы выплаты пособия по беременности, по уходу за ребенком, по рождению ребенка. То есть в большей степени, больший объем льгот получают как раз все, что касается наших вопросов демографии. Центральный федеральный округ, центральная Россия, к сожалению, по демографии мы выглядим, за исключением Москвы и Московской области, мы выглядим все не очень хорошо. Мы минусуем. И, на мой взгляд, когда мы еще, когда кто-то говорит о том, что нужно уменьшить льготы, потому что авария произошла давно и фон уменьшился, да, в каких-то территориях фон уменьшился, но есть накопленный ущерб здоровью, он же никуда не делся. У нас в три раза смертность от онкологических заболеваний выше, чем в среднем по России. Понимаю. Более чем в два раза сердечно-сосудистые заболевания. Ведь это же мнение специалистов, это понятная, четкая статистика. Поэтому здесь у меня нет другого выбора. Я отстаиваю интересы туляков. И я буду отставить их до конца. У меня другого выбора нет. Хорошо. Вот этот момент вы будете отставить до конца. Но что-то же должны будете принести в жертву. Да, мы сокращаем расходы. Могу привести пример. Посмотрите, за три с половиной года моей службы губернатором Тульской области мы сократили состав правительства Тульской области на 40%. То есть, если он раньше был у нас 1590 человек, сейчас у нас 1160. И мы уже четвертый год держим вот этот вот состав. При этом мы существенно увеличили минимальную заработную плату. Три с половиной года назад минимальная заработная плата в бюджетной сфере и в небюджетной составляла 4300 рублей. Сегодня в бюджетной сфере минимальная заработная плата 10 тысяч рублей. И в небюджетной 12 тысяч рублей. И практически все предприятия в области за редким исключением присоединились к этому трехстороннему соглашению. У нас существенно выросли доходы регионального бюджета более чем на 50% за три с половиной года. У нас четвертый год рост промышленного производства 110% ежегодно. 52% общий рост за четыре года. Это то, что создано не мною. Это создано туляками и их руками. Это то, что создают жители области. И вот эти достижения, это то, что есть. А на 15-й прогноз есть? Опять 110%? Есть разные. У меня три варианта развития событий. Три конверта, как говорят. Будем смотреть, в какой из конвертов будем ориентироваться по ситуации в зависимости от того, как будет происходить поступление доходов в региональный бюджет. Но мы четко совершенно понимаем, что все социальные программы мы выполним. Второе направление для нас очень важно. Это развитие сельского хозяйства. Вот в этом году мы собрали миллион тонн, полтора миллиона тонн зерна по тонну на каждого жителя области. Это результат, ну скажем, сопоставимый с результатами советского времени. У нас серьезное направление по поддержке индустриальных парков. К сожалению, у нас их не было. И мы сейчас реализуем эту программу. И, конечно, оборонно-промышленный комплекс и машиностроение. Драйверы развития в следующем году. Это оборонка? Они гарантировали уже заказы на следующий год? Ну, вы знаете, нам нужно по оборонке очень серьезно поддерживать, потому что вот тот триллион рублей, который сегодня законом выделен на поддержку, скажем, банков, этот триллион должен, в моем понимании, быть окрашенным. Эти деньги должны поступить в капиталы банков в виде, я не знаю, в виде облигаций они поступят, или в виде имущественных взносов. Но важно, чтобы эти деньги были окрашены, чтобы эти деньги поступили предприятиям реального сектора экономики. То есть, прежде всего, оборонно-промышленным предприятиям, машиностроение и по понятной фиксированной ставке. В моем понимании, эта ставка не должна быть больше, чем 9-9,5% годовых. Понимаю. Если же ставка будет, извините меня, 30% годовых, а наши оборонные предприятия в том числе привлекают деньги, то, конечно, ни о каких доходах, ни о какой прибыли речи вести не можем. Поэтому это то направление, которым я буду заниматься в новом году. Ну, то есть, сейчас это пока только в разработке. Нет, не только почему. Есть четкие поручения президента страны Владимира Путина о том, что те деньги, которые направляются на докапитализацию банковской системы, эти деньги должны поступить в реальный сектор экономики. Прежде всего, в те предприятия, которые выполняют государственный оборонный заказ, и предприятия, которые имеют экспортные контракты. Ну, в том числе по оборонке, по машиностроению и так далее. То есть, там, где есть четкий фиксированный покупатель. Что просядет в следующем году? Химия? Ну, я имею в виду промышленности, главные отрасли, которые в Тульской области сосредоточены. Ну, это оборонка, безусловно, машиностроение. Химия тоже, да. Нет, следующий год все-таки будет достаточно непростым для строительной отрасли, потому что вот на скачках по изменению курса нашей национальной валюты очень много было сделано импульсивных покупок гражданами, очень много было куплено автомобилей, бытовой техники, в том числе и квартир. Поэтому, возможно, проседание по строительному комплексу, ну, скажем так, первой половины года. Дальше, я думаю, должна произойти стабилизация. И мы... Понимаете, курс, он не важен. Он может быть любой. Он может быть 40, 50, 60, он не важен. Важно, чтобы не было резких движений, чтобы не было спекулянтов на рынке, и чтобы предприятия, как импортеры, так и экспортеры, предприятия розничной сферы, сферы услуг, чтобы они приспособились к тем, скажем, новым показателям, которые есть. И очень важно, драйвер, конечно, роста следующего года, это четкое выполнение указов президента 7 мая 2012 года. Если мы будем четко выполнять указы президента, то как раз повышение заработных плат в бюджетной сфере сгладит тот негатив, который у нас есть на сегодняшний день по девальвации национальной валюты. А вот эти указы 7 мая, они по-прежнему актуальны? Потому что тогда была другая ситуация экономическая вообще. Слушайте, я более того скажу, они не то что актуальны, они чрезвычайно актуальны. Потому что именно указы президента позволят нам не только вытаскивать, сказать, и создать как бюджетную сферу, как локомотив и драйвер роста, как дополнительный драйвер роста, но и это еще вопрос политический, потому что таким образом мы с вами сформируем реальный средний класс. Что касается пенсионеров, то на пресс-конференции президента четко прозвучало, что будут индексировать пенсии по фактической инфляции. Что касается бюджетников, вот те же самые обещания? У нас та линейка, которая предусмотрена по всем направлениям, она больше, чем та фактическая инфляция, которая у нас была по итогам 2014 года. То есть мы, скажем, по учителям мы должны в следующем году вырасти по зарплатам где-то на 22%. А инфляция, ну, оценочная инфляция 2014 года, один с половиной, по-моему, я точно пока цифры не могу вам сказать. Сейчас эти затраты уже и расходы на вас, на региональном бюджете? Это наши совместные расходы с федерацией. Пока федерация, Минфинам пока заложено только пять с половиной процентов. Ну, я Силуанову об этом говорил, я считаю, что однозначно мы должны выполнять указы президента, и мы со своей стороны, со стороны региональной части будем выполнять. Но это наша совместная задача, и мы, я уверен, должны получить поддержку Министерства финансов России. Взаимоотношения Минфина и губернаторов, они всегда очень непростые. Да, они рабочие, они рабочие, рабочие отношения. Слушайте, ничего личного, ничего личного. У нас простые рабочие отношения, хорошие рабочие отношения. Что касается малого и среднего бизнеса, которые по-прежнему нам преподносят как возможные драйверы экономики, вы на них рассчитываете вообще? Более того, не только рассчитываю, я еще возглавляю рабочую группу государственного совета по подготовке большого госсовета, который ориентировочно должен пройти в конце марта под председательством президента России Владимира Путина. Поверьте мне, мы дадим такие вот очень серьезные предложения по поддержке малого и среднего бизнеса. Потому что я, вы знаете, у меня разный опыт. Я там больше 10 лет прослужил в вооруженных силах и спецслужбах. Больше 10 лет занимался бизнесом. Уже 12-й год я работаю и служу на общественно-политической ниве. И могу вам сказать, что все успехи страны будут зависеть только от сильного, самодостаточного, самозанятого населения. Тогда, когда человек сам сможет решать те проблемы, которые он видит. Поэтому мы должны просто дать возможности простому человеку создать свое малое и среднее предприятие. Сначала малое, потом из малого, может быть, вырастет среднее, а может быть, потом еще из среднего вырастет крупное. Я сам... Ваша задача просто помогать как-то или не мешать просто? Вот важно определиться еще. Ну, прежде всего, не мешать. А с точки зрения помощи, как высшее должностное лицо региона, у меня есть возможность через площадку Государственного Совета Российской Федерации доносить и отстаивать интересы всех регионов с точки зрения развития, ну, в данном случае, как и руководителя рабочей группы, малого и среднего бизнеса. Многие наши слушатели уже успели комментарии в массу написать, мы просто не успеем все их воспроизвести, но большинство из них касаются дорог. Если взять Центральный Федеральный Округ, то идет Москва по концентрации дорожного полотна, потом Московская область и потом Тульская область. И многие жалуются на то, что с дорогами у вас беда. И вы сами упоминали, что вот эти инфраструктурные проекты сейчас с вами интенсивно рассматриваются как один из... Вы знаете, вот можно конкретику? Я, честно говоря, не конкретных предложений в год... Окей, 30 миллиардов рублей было потрачено в Московской области. Нет, секундочку, вы говорите, в Тульской области плохие дороги. Конкретно. Какая оборонка дороги пусть сначала приведет в порядок? Такие конкретно. Дороги, основные дороги в Тульской области, мы практически все основные, основной интенсивностью у нас приведены в безаварийное состояние. Сколько? В следующем году, с учетом того, что будет у нас нефтяной маневр, финансовый маневр производится Министерством финансов, в следующем году Дорожный фонд составляет меньше, 3,5 миллиарда, и мы запланировали отремонтировать 500 километров дорог. А доходы населения, по вашим расчетам, сильно упадут в следующем году? В этом году мы выросли, но мы ожидаем снижения реальных доходов населения примерно на 1,5%. В следующем году всего 1,5%. Это немножко по-разному считается, понимаете? Я говорю о тех показателях, которые учитываются статистикой. Это в реальные доходы, в том числе, входит накопление, ну и так далее, они по-другому немножко считаются. Но поверьте мне, что рост на 1,5% реальных доходов населения, реальных, это рост зарплаты должен составлять не менее чем 15%, что достаточно высокий показатель. Спасибо, Владимир Сергеевич, с нами был губернатор Тульской области Владимир Груздев, и мы говорили о простом человеке в следующем году, но и о перспективах регионов ЧАЗ. Спасибо большое, и всех слушателей хотел поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья, счастья и любви. Спасибо. Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.